дайте пробраться девочки всем здравствуйте и мальчики там мальчик один пишет сообщение все время а я думала он девочка а потом глянула у него там очень хорошая фотография если это его но мне кажется это модель ер александр зайцев да зайцев то вячеслав зайцев есть или как его фамилия девочки мой не зайцев нет который уехал сейчас его нет который ввел модный приговор ну наверно же зайцев александр зайцев девочки что ты можешь меня там с головой чесчелка непорядок я сегодня прошвырнулась ой девочки прошвырнулась как всегда знаете думаю приду сюда пораньше надо села на трамвай подъехала там две остановки а назад нашу приехать этим ну эти две остановки где-то раком трамвай уже стали на рельсах или кто-то перекрыл авария какая-то или сошел с рельсом кстати какая вот эта невезуха всю жизнь у меня кошеляки а мне надо вот это было пехом эти две остановки они длинные эти две остановки о собаки слушаю девочки не голодные вот они сейчас для меня я ее коридорчики духовку включила мне сейчас надо будет кабак реанимировать вы поняли а потом пойдем в кухню туда тут солнце видите какое вот видите окно девочка которая там в лабиринт ко мне попала не поймет что там где коридорчик где там что она не поняла где она находится я сама не пойму зачем это все надо было так делать почему кухню в дом не поднять в подвале ванна там и представьте люди жили скупались а потом одеваться надо зимой да летом ладно обойти вокруг дома чтоб попасть сюда в дом нормально ну шо поделаешь девочки а я рада что оно так есть свекруха моя говорила ой я так рада что оно так есть у всех кушать готовят все вся вся хата провоняна у меня запахов никаких нету и шо наоборот доме надо чтоб пахло едой правильно девочки они вот это зашел и ты не померзти ты на улице четыре уже четыре уже в доме так не годится надо чтоб все было в доме и туалетная и кухня и сральные правильные вы поняли все девочки тяжело вот это лазить ладно все хорошо реанимируем кабак знаете что я сейчас делаю я когда-то делала сто раз миллион раз и все делала таким путем неплохо девочки я сейчас еще одно слово я пришла сейчас поела сельдь под шубой я вчера не ела оля поела там не так чемаленько с уголка покушала на на пару раз пару ложек брала а я нет я наелась вышла я съела два чебурека вот у пол тарелочки борща и все больше ничего по моему а и утусала что мы открывали вот тут ну что запаковано 5 кусочков было видите солнце какое светит вот эти лежат а ладно ну и сейчас пришла шубы поела вот ничего девочки ну знаете когда уже ничего не хочется но ничего и не хочется вкусно хотите для себя сделайте ради интереса не вообще шуба что-то уже вообще не хочется или вот это что рыбы селедки этой тюльки попере дали уже не хочется ничего вообще ничего никто сейчас поела потому что надо что-то покушать было девочки все собакам вчера обобрала эту рыбу помните камбалу шмамбалу вот тут сидела оббирала пока оля мыла посуду пошла я собачкам все пообирала сейчас он покушали день подошли начали что-то принюхиваться дикуся что-то взял пару 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 на пару зубов а малышок нет я взяла сметанкой вот пакетик смотри он тут пакетик а вот вот полила рыбку эту и покушали будь здоров со сметанкой пошло воде кровопийцы девочки ладно лишь как я вы знаете говорю все животные всего что живое она хочет кушать хорошо и вкусно правильно а кто а кто сказал что собакам это не надо или нельзя им это надо и всем это надо зато он сейчас полегали девочки на животы полегали и тут же солнышко светит во первых тепло раз во вторых тут бегать негде места нету два и в третьих я еще и батарею включила три прикиньте понаедались рыбки да детвора моя орлы орлы а между прочим девочки у меня мой двоюродный дядя мамы двоюродный брат царство ему небесное вот этот родной который обраскал киеве который был все время при президенте украине при ну все время был при 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 вы поняли при дико такое что ты так трусанулся еще же по клеенке то же клеенка девочки это прозрачная которая натягивается на эти скажи скажите я вам скажу на теплички то я покупала сюда целый моток брат говорит да я окна снаружи пооббиваю будет теплее давай о пооббивал извините задули так сказала я а за что я сейчас сказала орлы так вот это мама девочки давайте я потру сейчас буряки и бурячу кабачок звоняйте звоняйте девчатка девочки за раздуму терку чтобы уже она мне будет просто для чего-то для такого это веревочку девочки она у меня никуда не влазила дома и не как ее никуда поставить очень короче я была взяла оторвала отрезала кусочек веревочки вот это на эту трубу которая де у нас висят возле печки полоники вот это когда красоты шума вешаем я сбоку повесила и терку висела вы поняли но у меня дома старше мне сказали что я без терок меня дома остались терки вот эти что висят на стенке с ручками и крупная и мелкая и средняя целый набор для красоты надо будет я ими воспользуюсь так девчата вот это пока я наладилась уже сил нема и бедные там старше меня женщины бедные стоят у то даже до посинения ждать что-то все девочки тру кабачок тру кабачок и слушайте вот это как заговорим за что-то за орлы да это мама двоюродный брат боря они тоже жили на исполкомовской тоже потом получили когда ломали вот эти дома на исполкомовской они получили квартиру на победе с мамой тетя лучше бабушкиной родной сестру короче говоря а он девочки несколько раз не поступил я не знаю интересно вам это не ну просто какая судьба у людей правильно ну смотрим же передачи про разные что-то рассказывает свою судьбу смотрим как кто дерется пьяндел их разные как материнство лишь а я рассказываю свою кому не нравится пожалуйста а мне всегда интересно кто что рассказывает послушай никогда жиру бесятся а когда вот и судьбы людей бывают девочки знаете вот это ему было было бы я дядя лёня вот это умер вот не помню или 82 ему уже было или 83 девочка уже за 80 было но не 90 вот так вот не помню девочки и богу вот мы не общались почти ну как я его видела горьку видела тут он жил тут все время а дядю лёню нет вот видите на на бориса я я боря а уже они двойнято девочки но не похожие чем близнецы не похожи я не пойму кто там не похожи но они родились через десять минут друг от друга вот короче одно не похожи вот так что то есть конечно что они братья хоть и в один день родились но нету того что не различишь а вот очень говоря вот судьба один видите выучился и в киеве был всегда при приют этих ну не верху не привернули поняли при президенте он был самый главный юрист украины когда-то очень короче было шишка папа по народному было шишка хорошая а борька тут с мамой прожил всю жизнь ну вот и он девочки не был женат и ни разу если дядя лёня и женаты там и дети и внуки то борис никогда не был женат я даже не знаю была ли у него какая-то девочка когда-то молодая я даже девочки не буду говорить ты знаешь он все время при нас был он все время к бабушке приходил это же его мама моя бабушка родные сестры он все время приходил и мысль был с нами это не то что я его там никогда не видела и не знаю девочки женатый не был дальше он хотел был поступить художественное училище через он хорошо рисовал и девочки не поступал прикиньте не принимали потому что хорошо рисовал учить не надо было и не надо такие умные там чтобы были умнее преподаватели вы поняли ну короче говоря он несколько раз поступал не принимали и он был перерезал себе горло забрали в больницу конечно его спасли он хотел прыгать был с пятого этажа лежал на пятом этаже в хирургии какая больница я не знаю в общем его задержали в общем все никуда он в психушках он не лежал потому что это ложе да что-то суициды какие-то нет он не лежал в психушке ну короче говоря все закончил он вот это свое художество все девочки вы знаете я даже не знаю рисовал ли он потом не рисовал он я не знаю он устроился на работу у нас парке шевченко спасателем спасательные там спасатели бы летишу утопленников он здоровый такой накачан он занимался борьбой такой красавец девочки голос какой красивый здоровый такой спортом занимался красавец красавец это не то что вот мой он мой родственник и он для меня самый красивый нет просто красавец здоровый такой знаете такой голос у него после того как он вот это ж немножко конечно он связки нарушил но разговаривал но такой знаете хрипотой стал голос красавец чего он не женился не знаю я значит не женился что это лучше с мамой так и прожил вот короче говоря девочки он и нас на острова на зеленый остров катером своим спасательным катером вывозил вывезет давайте на самый лучший остров вывезу вас и будете отдыхать там уже вечером я за вами приеду давай горе и он вот у нас возил несколько раз вот а потом девочки тоже работа потом у нас газета была днепр вечерний девочки меня когда-то там днепр вечернем как хорошего работника пропечатали прикиньте в газете пропечатать то время а даже и сейчас бы надо заслужить еще правильно хорошо работала и при я приехали вот эти же корреспонденты днепра вечернего и меня начальник вы выдвинул на фото гордость цеха электрокофемола видите короче говоря а то горько а мы раньше газеты выписывали вы помните труд известия днепр вечерний у кого там чьи города те газеты выписывали правильно общий были труд известия здоровье мурзилка что там еще у нас было я больше ничего не знаю то что я выписывала говорю вам короче говоря я так днепр вечерний же листаю девочка как газеты читали скажите бежишь в этот почтовый ящик боже не принесли еще даром сходило так если зима или осень грязю когда у нас до угла на углу почтовые ящики стояли всей улице не не всей половина улице половина на каком-то углу а половина тут это все идут за газетками подписаны были ящики какой номер дома у нас было володарского сто девятнадцать б а вот короче говоря еще и драка дома была за газетами мама хочет себе батька себе она за дна на всех я так всегда хотела читать ну вот смотрю моря на первой странице о подпалом леонид васильевич ой борис васильевич леонид это дядя лёня ой думаю чо борька наш не может быть таких и фотография же его ой и сфотографирован девочки один раз его два раза печатали один раз он сфотографирован был с орлом у него орел был девочки где он его взял я не знаю может подобрал может кто дал не знаю откуда взялся там такой орел был почти как он ростом орляка не орел и волка а потом следующее у него еще и волк появился прикиньте как его животные любили и каких он животных любил и его эти животные приняли не вы не выдал бы лишь ему глаза и морги и не разорвали не съел волк его правильно тот бы мог выдолбать ему все это так до кушать вот так он с ними жил с волком и с орлом но не с людьми понятно людей спасал утопленников или или кто утонул или кто еще не утонул вот ну и все это вот такая судьба была у горе такой хороший был девочки боже мой такой знаете вот так я помню колен мамы новобрата что на победе у нас живет свадьба когда бабушка не хотела идти мама колена моя бабушка не хотела идти к сыну на свадьбу вот не понравилась невеста ну вот и я помню эту свадьбу я еще возле борьки села мы так сидели разговаривали он же старше намного там сколько у нас разница но больше 15 лет до 20 лет разница я помню как он сидит как вообще такое и вот так вот судьба такая человека видите животными сошелся еще и с какими с дикими с какими еще и с какими страшными в газе так его печатали все я как помню на зеленый остров что днепра то знает я так жалко кто сейчас нету в днепре кто вынужденно уехал сейчас кто когда-то покинул много лет тому назад я вас сейчас как история тут сижу я вам все расскажу я здесь родилась и все мои мои родители я вам рассказать тети дяди мне все из днепра каждую тропиночку знаешь с детства девочки на средней терке труб на крупной не очень любит она средняя будет то что надо хуторок 20 березня речница тараса шевченко спросил проект украина в общем девочки скоро будет а 9 марта у тараса шевченко дейна роджение и дейна роджение моего брата двоюродного тоже 9 марта вот девочки и не помню или свекровь 9 марта а свекр 7 или наоборот никогда не запомнил я не знаю надо на полку сделать на руке ему тут кто 9 кто 7 не помню и богу в общем поминаешь а не помнишь надо прибить у тут свидетельство рождения того и того на стенку сюда девочки терочка на букву г надо было ту свою взять ржавую это не ржавая уже девочки что значит как человек что животные он сыты тепле храпят себе лежат он на полу ями шкурочки яблочки чистила накидала думаю хай они тоже их хватали рыбы на елися а ну такой рыбы девочки еще так приготовлено запеченные в духовке сметане мы не захотели а давать кому-то знаете девочки я не знаю кому давай раньше как-то у нас были у то сейчас нет у нас не не ходит никто не по мусоркам вот там я вам говорила от соседка моя через дорогу юлька а так больше никого нет а так кого-то еще посмотрят на тебя угостить да у меня угостят я с удовольствием при 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 человеке съем когда угощают и как это обидно когда они возьмут правильно девочки или когда к тебе в дом зашли ты за стол садишь а я не хочу кушать это тоже обидно правильно сразу шо мы думаем думать у чеки не привезут или только это правильно я всегда девочки в кругом и поем и я не я ничего знаете я нику я может и брезвую где-то что-то да но я никогда вида не подам ну как это человек так живет это 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 его жизнь правильно чу как это можно обижать а если еще что-то сказать какое ты имеешь право да ты зашел чужой например дом тебя тебе дверь открыли а ты еще зайдешь и что-то будешь крякать это вообще только больные на голову мы каждый прожили и не все так жили прямо сразу все родились и в хоромах ой ура люди по-разному живут и сейчас а если деньги если все а просто не охота чеку нравится так же а чё должен за всеми гнаться какие-то делать евро мебели евро ремонты чеку так нравится а не бежать как все таки я кому оно надо всегда была простота была на первом месте у любого у кого там дома шикарные все у него все равно есть прошлое а прошлое это каких-то хатах правильно девочки каких-то домах может не выскочил сразу с какого-то замка пётр первый он жил где он жил деревянном домике заходил туда изгибался что высоких низко маленькая дверь была низкая палаты что потом палаты они брезаволы этим и больше любил трудях людей работяг они бояре своих предателей правильно шуты чего всегда при королях были уже не самые умные они не придадут и самые умные они вот эти два я бояре вот так как сказка или как иван васильевич меня бояре-двояре перед бояре понапяливают на себя непонятно какие меха пузелы какие у всех их тонет их что они что у них там мозги есть что они могут подсказать или сделать модно было держать возле себя бояр скажите что я не права как и сейчас толку от этих бояринов бояр от рабочих толк на них выезжают все всегда всю жизнь не будет человека который работает не будет и никого а то умные когда за счет кого-то за чужие руки ума палата не куся малышочек девочки даже не реагируют заснули так девчоночки это я реанимирую девочки на лимзалась а что и тошно даже дома ничего не делала полежала у водички в ту я не могу я утром а то должна знаете девочки набрать пол ванной воды горячий и залезть это лежу себе глаза закрою включу телефон кто-то что-то балака и включаю каких-то тоже своих блогеров ну вот я такие девочки смотрю вот узнаете нету нормального смотрю там вот могу посмотреть как кто кушать готовит да уже давненько не заходила по некогда а так вот то то смотрю там семья колесниковых там седьмой ребенок родился уже за 40 лет я вот смотрю их не в судьбу там ремонт делают доме холодина седьмой этот ребеночек болеет без конца господи так жалко вот у людей и у тебя по возрасту девочки наши дети они они с россии я смотрю господи так бедные люди мыкаются сами ни папа ни мама никто не помог эти всеми родители ой господи и седьмой мальчик мне кажется он больной с рождением ну и все это полежала в воде а потом ешь думаю может лицо кремом намазать а не охота думаю кремом намажу слезы на ночь не намажешь потому что целую ночь почти не спишь очки она тоже слезятся глазочек это с кремами тупит надо с мальцем мазать уже салом кусок брать так девочки наверное я сейчас нажму потому что вас уже наверно там уже голова лопнет сейчас я все натру девочки в общем кабака сейчас натурщу и вот я почистила и яблочки бабушкины вот эти и яблочки потом и потом я вас включу будем делать продолжение банкета малышок дик текайте девочки продолжаем делать спасать продолжаем кабак теку говорю на всех языках по-английски не знаю выучу по-немецки я легко учусь так что выучу девочки я так думаю вы так и поняли кабак называется три чашки потому что стакан чая я пила он заварка мне чтоб не идти вы поняли мыть его и сушить будет чашка та же самая та же самая песня о все мои родные пирог три чашки то три стакана у нас три чашки девочки девочки раз стакан сахара два стакан манки три надо манку купить сахар купить девочки гляньте тютелька в тютельку в трамвае не ходили так хоть манки хватило ха-ха-ха хоть чем то повезло трис ура ложечка видите тут все под боком ложечки а там бегать надо за ложечками а тут на подоконнике все девочки перемешали я думаю вы сто раз это делали я америку не открываю так как и я на прямой сюда и маселка я там кусочек и там кусочек как раз пачка ну интересно как кто делает правильно девочки и мальчички как здорово что все мы здесь сегодня собрались что смотриц я даже не смотрела погоду а девочки я вас поздравляю с першим лютого ценащи украиночки остальных с первых людей кто не понимает могу с первым февраля всем здоровья мира самое главное что все хорошо было у всех я вам желаю всем то что я себе желаю своей семье пусть в каждой семье будет так как я хотела чтоб моей было стула скрипит слышите а скрипит оно девочки этому стулу наверно миллион лет я вам потом покажу у меня тут сарайчики девочки я вам по моему каких то первых видео рассказа а может и нет но мне не стыдно девочки а что тут стесняться господи мы в этой жизни столько уже стыдились что уже задолбались а уже сейчас в этом возрасте стесняться уже все прошло уже все стеснение позаду и зря стеснялись ну что мы порядочные были наши родители порядочные девочки переминаем все я знаю что вы все знаете делаем крошечку маслечко с сахарком и с маночкой и с мучичкой чтобы была крошечка перетираем все в крошку все соединяем так девочки у меня там стул есть в сарайчику оно наверху хоть слава богу оно там по моему даже на бетономешалке стоит чтоб собаки его там не до до ума не довели девочки оно вообще знаете помните вот эти стулья вот у бабушки у моей были они были деревянные кожаное было сидение и кожаная вставочка сзади спинка не вся была спинка деревянная а посередине кожаный такой прямоугольный такая на всю длину спинки помните такие стулья а оно без сидения только целое целюсенькое нигде ничего только что оно вот это цвета вот этого деревянного желтого под дерево цвет вот это знаете где я его взяла девочки иду как-то наверное до года четыре тому назад еще до коронавируса иду а вот тут недалеко ну как недалеко долыченько может минут двадцать идти мусорник есть здоровенный пятиэтажки стоят вот и смотрю стул этот стоит а мне идти сюда еще идти идти и какие-то кошелочки были ну наверное не сильно здоровые были потому что если бы сильно здоровый я бы его конечно не понесла и он так в стороночке стоит возле этих возле баков сбоку анима сидения а сам каркас вот этот деревянный красавец я вспомнила сразу бабушку а бабушка всегда чехлы белые на эту на спинку одевала стирала крахмарила их белоснежные не на все вот это как ленин сидел а то помните на белых креслах вот этих стульях а просто на спинке на одной вот и я забрала этот стульчик принесла и вон он тут я его было хоть думаю все равно сидение какое-то придумаем туда и скажите и покрасить его может в белый цвет или просто взять его зачистить хорошо и так и оставить правда будет красиво я его домой заберу себе вы что я его тут не оставлю я его в спальне поставлю но хоть стоит такое хорошее тем более как у бабушки была память а бабушки на все куда-то кто-то они так бросили продали эту хату а хата была хорошая добротная там знаете сколько комнат было заходишь коридорчик вот такой где-то вот точно не у бабушки было окно точно такое значит и коридор такой вот так прямо в шифоне стоял направо дверь кухня сразу длинная здоровая ну вот прямо вот так дверь была кладовка мы говорили а то не кладовка была как как тут комната наверное вот то сундук там стоял погреб внизу был короче там все майно было ведро стояло чтоб пописать ночью вы поняли туалет же был во дворе а ночью вот когда мы ну ночевали вообще и бабушка писала а что ночью у тебя вставать пиликать во двор в туалет пописали она водички наливала у ведро и все мы знали что там ведро дверь закрывалась в эту кладовку мы называли кладовку там и окно было и все вот и все и писали все туда ночью утром она взяла ведро и пошла вылила опять пополоскала налила сразу водички и ставила там а что мы дети будем бегать тогда же и она ночью в туалетную вот это и летом и зимой на ведро ходили писали вот короче говоря ну потом дверь опять как мы говорили а что это было что там на всю стену это темный был коридор такой длинный там на всю стену дед понабивал разные то гвоздики то крючочки какие-то вешали это разные одежа там висела потому что у бабушки был а сколько у нее три шифонера было у бабушки короче комната и одна спальня сюда одна спальня туда и одна четыре комнаты хорошие были поняли дом хороший из белого кирпича газ был потом провели а печки дед не поломал он говорил газ вот так что денется с газом а я взял и возьму и печки затоплю как в воду глядел а сейчас за счастье печку иметь так девочки все крошка готова я вас не учу вы это делали мы уже на этом зубы проели правильно все равно интересно как я делаю правильно конечно правильно отдохнули возле меня я вас вижу как вы там все сидите сейчас улыбаетесь такая компания у нас хорошая собралась да девочки и мальчик мальчики что мы девочки девочки как будто мы с мальчиками не дружим дружили с мальчиками девочки тут уже мальчики есть у меня этот кусочек листика и листика бумажки я еще положу чтоб бортики чтоб бортики были вот там хватило ширину а тут будет вот так духовка у меня уже включена так половина сюда я показываю как я делаю я показываю родненькие как я делаю так мои родные так все поразгребали шокуды так девочки мальчики девочки тут же у меня и скажите и яблочко и кабак а мы сейчас вот так вот сделаем все девочки укладываем кабак наш тыкву вкуснятина будет девочки когда то делала и мальчики пирожки с кабаком и с этой скажите с калиной вкусно вкусно калина целая была укусишь а там вот эта косточка она глотается полезнее будет и мороя не будет так ну то она любителя у меня дома с калиной бы не ели а я калину люблю и так могу надо девочки начать уже ее кушать стоит две баночки пол литровые в холодильнике мы соли поперетирали тут ей две баночки и мне и так и стоит а я не знаю она хоть кушать начала надо сегодня спросить у меня стоит так девочки яблочки смотрите сейчас брык 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 и брык 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 и брык 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 лимончик вот у меня есть я возьму я возьму а так лимончиком чуть чуть правильно я делаю я думаю правильно вот так вот вот так ой тут терка не мешает вам вот так о косточки попадали косточки убираем с 4 штучки упали так это как делаю я мама как делает мама без всяких девочки немножко жалко ж по труб цедрачку чуть-чуть от стол лимончик а сколько попадется столько попадется много не надо эти выскочили я ходила тюрку выбивала вот с крылечка туда они шмыгнули как дураки да они думали что я туда пойду сейчас там будут кухне царапаться тут воды нету девочки звоняйте буду вытирать а где вытирала а вон она что ладно не буду вытирать левой рукой посыплю вода видите все время побежала побежала до крана тут же нету и так сойдет правильно девочки вкуснота будет я уже вижу кабак этот такой красивый знаете мой такой цвет я думаю это вкуснее зебры девочки кто-то просил зебру ну и у баню ту зебру мне она не нравится я делала вот не помню ли один или два раза наверное один муж я не могла второй раз повторить мне не понравился но сухое какое-то все девчоночки духовка уже у меня тут кипяток ставим в духовку это без проигрышный пирог девочки без проигрышный закрываем ставим тут у меня поставим на 180 и до конца все погнали туда мои родные кухню ждем конце покажу когда буду вытягивать будьте здоровы родные